Болевое влагалище Болевое влагалище. Почему это может быть? Одним из самых распространенных симптомов гинекологических заболеваний является болевое влагалище. Болевые ощущения могут иметь различное происхождение и характер. В качестве причин могут выступать заболевания как воспалительной, так и невоспалительной природы, а также те или иные состояния. В качестве причин боли влагалища могут быть такие состояния, как кальпит, бартолинит, проктит, свистит и уретрит, эндометриоз, рубцовые изменения, кроуроз, разрыв яичника, травмы. Кальпит. Кальпит это воспаление слизистой влагалища. Спровоцировать воспаление слизистой влагалища может неспецифическая и специфическая инфекция. К неспецифической инфекции относятся стриптококки, стафилококки и также флору, которая в норме может присутствовать в влагалище в небольших количествах. Кальпит. Это грибки рода кандида, горднерелла, но при неблагоприятных условиях для организма они начинают активно размножаться, становятся патогенными и вытесняют полезную флору влагалище. Это лактобактерии. Кроме того, причиной кальпита может быть специфическая инфекция. Это инфекция, вызванная такими микроорганизмами, как уреоплазма, мекоплазма, холомидия, трихомонада, бледная трепанема, гонокок и другими инфекциями. При кальпитах беспокоят обычно выделение патологического характера, боль во влагалище, отек, зуд, жжение, покраснение входа во влагалище. При этом боль усиливается во время полового контакта. При хроническом течении процесса симптомы, заболевания сглаживаются. Может наблюдаться периодически возникающая тупая боль, скудные выделения, небольшой дискомфорт во время полового контакта. Бартолинит Это воспаление бартолиновой железы. Бартолиновые железы находятся в нижней трети половых губ. Они отвечают за увлажнение половых путей во время интимной близости. Эти железы также могут стать причиной возникновения болевых ощущений. Бартолинит Бартолинит характеризуется тем, что у женщины болит ход во влагалище. При ходе во влагалище можно нащупать плотные округлые формы, увеличенные, обореченные при пальпации бартолиновой железы. Болевой синдром усиливается при половых контактах, при выполнении гигиенических процедур. Боль во влагалище может возникать не только при заболеваниях органов конкретно репродуктивной системы, но и при поражении смежных органов, например, прямой кишки мочевого пузыря уретры. Так, воспаление слизистой прямой кишки, проктит, может сопровождаться острыми или тянущими, ноющими и радиирующими в половые органы волями. Цистит и уретрит также могут протекать с распространением болей в область половых путей и вольвы. Болевой синдром в области половых органов может возникать и при заболеваниях вообще невоспалительного генеза, например, эндометриоз. Это заболевание, которое характеризуется внедрением и размножением клеток эндометрия в любой части тела организма женщины, в том числе это может быть и у влагалища. Болевые ощущения при этом могут носить резкий и острый или тупой ноющий характер. Они возникают синхронно с гормональными изменениями в организме до и во время менструации. Эндометриоз – это гормонально зависимая патология. Часто рубцы, образующиеся в половых органах у женщин, в матке, в маточных трубах и в влагалище при различных операциях, могут стать причиной боли. Также причиной боли могут стать рубцы, которые образовались в результате травм в родах, как послеродовые разрывы. Они характеризуются и могут в дальнейшем беспокоить женщину. Краурус вульвы – это поражение тканей вульвы дистрофического характера, возникающий обычно в периоде постменопаузы. Может сопровождаться болевыми ощущениями во влагалище, зудом, истончением тканей вульвы, повышением чувствительности слизистой. Почему возникают боли у влагальщика после полового контакта? Острая и резкая боль может стать причиной разрыва яичника, перекрута ножки кисты яичника, разрыва кисты яичника. В этом случае требуется срочная медицинская помощь, то есть срочно вызвать скорую. У женщины резко ухудшается самочувствие, возникает тахикардия, блесность кожных покровов, может повышаться температура, может быть тошнота, рвота, может быть ухудшение самочувствия вплоть до потери сознания. Причиной острой боли у влагалища могут быть различные травмы. Тупая боль может возникать вопречении плотного возвращения девственной плевы у девочек и обусловлено скоплением менструальной крови в влагалище за девственной плевой в образованной полости. В этом случае также требуется оперативное лечение. Кроме того, болевой синдром в половых органах может отмечаться при аномалиях их развития. Таким образом, причины болевого синдрома, боли у влагалища очень много. Чтобы исключить патологию, угрожающую здоровью и жизни, необходимо проконсультироваться с гинекологом для установления причины боли у влагалища с целью подобрать адекватную терапию, эффективную терапию для устранения данного симптома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok